На какие деньги живет российская оппозиция? Это Владимир Милов, сейчас я расскажу вам все страшные тайны. Надоело читать комменты кремлеботов про то, что я безработный, прекрасно живу и существую на ваши донаты. Все это, конечно, не так, но вот как на самом деле, смотрите этот ролик внимательно. Итак, вот это одна из таких самых чувствительных тем, когда начинают обсуждать российскую оппозицию. Собственно, где мы берем деньги, на что мы живем. Вот я решил рассказать конкретно о своем случае. Это наша рубрика о личном. Спасибо всем, кто подписался на наш канал. Обязательно подписывайтесь, если вы еще этого не сделали. Здесь будет интересно, и мы в том числе откровенно здесь рассказываем о разных аспектах моей жизни. Вот давно интересующий вас финансовый вопрос. Как я уже говорил, две основные вещи, которые можно прочитать от троллей в интернете. Первое, это что Милов это безработный. Второе, что Милов живет на донаты, которые собираются сторонникам оппозиции. Оба эти тезиса абсолютно никак не соответствуют действительности. Конечно, я не безработный, и я никогда не получал ни копейки из ваших донатов. Но вот на что я живу, я сейчас вам расскажу. Во-первых, у меня довольно известная и публичная биография. У меня большой жизненный опыт. Например, в том числе 6 лет работы в российском правительстве. Я был заместителем министра и ушел оттуда почти 20 лет назад. Работал экспертом, публицистом, аналитиком, комментатором всяких разных важных вещей. И на мои консультационные услуги довольно большой спрос. Людей с таким большим опытом, в принципе, не очень много. Плюс, я думаю, вы это хорошо знаете. Я умею легко и просто объяснять сложные вещи, излагать свои мысли, неплохо пишу. Поэтому на мою аналитику, на мой взгляд на какие-то профессиональные аспекты в сфере политики, экономики и энергетики есть очень большой спрос. Я работаю, как говорят, консультантом. Но это такая не очень понятная широкой публике формулировка. Как это выглядит, вы, в принципе, можете увидеть в различных моих работах. Не все из них публичные, но многие из них опубликованы. Вот я сотрудничаю, например, с ведущими международными экспертными центрами в области политико-экономического анализа. И, кстати говоря, периодически делаю такие большие публикации с оценкой прогнозов развития событий, которые сбываются. Например, вот можете посмотреть, скажем, центр Уилфреда Мартинса. Это крупнейший аналитический центр Европейской народной партии, крупнейшее партийное объединение Европы и христианских демократов. Вот пять лет назад я написал для них бумагу. Это тогда, когда после санкции и падения цен на нефть российская экономика начала вроде как немножко восстанавливаться. На рынках преобладал всевозможный оптимизм, что вот сейчас там заработают нацпроекты, Путин даст нам большой экономический рост. А я вот написал тогда большой подробный текст, где объяснил, что восстановление гораздо дальше, чем мы думаем. Вот он так и назывался. В итоге мои прогнозы полностью сбылись. Или вот история двухлетней давности. Кстати говоря, вообще очень хороший сборник. Путин 4.0. Подготовленный Латвийским центром восточно-европейского анализа, где разные очень интересные авторы. Кстати, вот он есть в интернете. Вы можете найти ссылку в описании к этой трансляции. Разные авторы попытались оценить, а что вообще ждет Россию в ближайшие десятилетия при разных сценариях развития событий. И этот сборник вышел в ноябре 2019-го. Там я сказал о том, что Россия не готова к серьезным шокам на мировом рынке нефти и газа, которые буквально наступили через несколько месяцев. Вот, собственно, вы можете увидеть мою цитату. Ну и прочитайте этот текст. Его стоит почитать о том, что Россия, как и в 1980-е годы, не готова к потере крупных рентных доходов от нефтегазового экспорта. У нас нечем их заместить. Короче говоря, вот просто пара работ для известных серьезных международных аналитических центров, которые, в принципе, дают представление о том, что за аналитику с меня спрашивают различные центры и другие структуры, которые хотят проанализировать, что происходит в России и в мире. Таким образом, на мои услуги есть спрос. И все эти годы я неплохо зарабатывал и платил большие налоги. Да-да, вот кто лучше всего знает про мои официальные доходы, это налоговая инспекция. Я исправно подавал налоговые декларации. И вот вы даже можете увидеть сейчас на экране скрин. Это вот скриншот из моего личного кабинета налогоплательщика, где видно, что в последние годы я стабильно платил 200-300 тысяч рублей в год подоходного налога. Иногда даже больше. Это значит, что мой ежегодный доход составлял где-то там в районе от 2 до 3 миллионов рублей. По-разному жизнь консультанта не всегда стабильна. Но таким образом у меня был и есть собственный нормальный заработок. И я платил нашему государству очень много денег в виде налогов. Кстати, вот здесь лирическое отступление. У многих из вас будет вопрос, а на черта вообще этому адскому путинскому режиму налоги платить? Вы знаете, вот для меня это всегда была исключительно сложная дилемма. Поверьте, вот расставаться с скромно заработанными деньгами, глядя на какого вот этого безумного левиафана они в итоге тратятся, мне было внутренне морально очень непросто. Но тем не менее, вот мной двигали всегда две вещи. Первое, это то, что я законопослушный гражданин. Действительно, каждый человек, он должен вот начинать вот строить это правовое государство с себя. То есть, очень сложно требовать соблюдения каких-то правовых норм от других, когда ты не соблюдаешь их сам. И это вот первая такая личная мотивация. Тяжело было расставаться с этими деньгами, но я принял для себя принципиальное решение налоги платить, потому что, ну иначе, а как ты можешь проповедовать другим вот соблюдение законов и норм права, когда ты просто не соблюдаешь элементарную вещь, не плачешь налоги, которые не все тратятся на пропаганду и Росгвардию, а там большая часть все-таки идет на социальные нужды, образование, медицину и другие полезные вещи. В этом есть большой компонент. Ну и вторая история. Вы знаете, что я занимаюсь политикой, вы знаете, что я публично критикую наши власти и очень многое от них требую. Мне, конечно же, на порядок сложнее было бы что-то требовать от них, если бы я не знал, что вот у меня есть такая твердая подложка в виде довольно заметных уплаченных мной налогов. Я показал вам только цифры своих личных налогов на доходы физлица за последние годы, которые я работал как индивидуальный консультант, но в нулевые годы у меня был свой консалтинговый бизнес, Институт энергетической политики. Я был его владельцем, платил очень много налогов, в том числе не только как работник, но и как работодатель. То есть я вот просто мог бы забирать это все как прибыль, а в итоге там платил все эти НДС, там страховые взносы на фонды оплаты труда и прочие виды налогов. И в итоге я так грубо прикинул в уме, но у меня получается, что за всю свою жизнь я заплатил шестизначную сумму в долларах в виде налогов в Российской Федерации. То есть точно не меньше 100 тысяч долларов в виде самых разных налогов, как работник и работодатель. На самом деле намного больше. Сейчас уже просто многое потерялось и трудно точную сумму назвать. Но тем не менее, вот у меня есть основания предъявлять этому государству. Я заплатил большие деньги, заплатил их в бюджет, заплатил их открыто, прозрачно и честно. И у меня есть основания с Путина и всей его шайки требовать, чтобы они передо мной как налогоплательщикам отчитывались. Ну и кстати вот еще такой момент. Меня часто спрашивают зрители, читатели, а почему ты свою налоговую декларацию не опубликуешь, не сделаешь так, чтобы ее могли посмотреть люди. Вот смотрите, здесь есть один очень важный пункт. Я трижды в своей карьере выдвигался на выборах. Это всегда были выборы Московской городской думы. Бог троицу любит. Вот меня три раза бортанули, не зарегистрировали на выборах. Это было в 2009, 2014 и 2019 годах. Все эти три раза. Я, как любой другой кандидат, которому положено это по закону, сдавал официально в избирательную комиссию свою публичную налоговую декларацию. Вот со всеми этими доходами, имуществом, банковскими счетами и так далее. И если бы меня зарегистрировали на выборах, то эта декларация была бы опубликована. Там такой порядок. Ее публикуют, когда кандидата регистрируют. И вы бы смогли ее посмотреть. Поэтому я совершенно не против, чтобы вы посмотрели мою декларацию. Но у меня есть одно маленькое условие. Допустите меня до выборов в России. И тогда вы все увидите в соответствии с законом. Я не считаю, что оппозиция или кто-то другой обязана переступать некие объективные границы финансовой прозрачности. То есть есть такая четкая сделка. Хочешь участвовать в публичной политике через выборы, публикуй свою декларацию. Я абсолютно на это согласен. На что я не согласен, когда оппозицию с одной стороны никуда не пускают, с другой стороны выставляют к ней требования, чтобы она там отчитывалась чуть ли не более скрупулезно, чем депутаты и чиновники. Вот нет, нет, нет. Такого не будет. Я считаю, что ко всем должен быть единый подход. Я не просто готов задекларировать свои доходы имущества, но я делал это. Но мое условие, чтобы эта информация стала публичной. Зарегистрируйте меня на выборах. Я же не требую, чтобы вы мне прям просто так отдали какую-то выборную должность. Нет. Я готов участвовать в выборах наравне со всеми просто своими ресурсами, силами, энергией. Но декларацию я опубликую только тогда, когда окажусь в избирательном бюллетене. Вот такое у меня условие. Я считаю, что оно справедливое. Оно соответствует и нормам закона, и просто вот элементарным принципам публичной политики. Пожалуйста, готов быть полностью прозрачным, но в обмен на допуск меня на выборы. Ну и вот, собственно, про уровень моих доходов. Вот 2-3 миллиона рублей в год, это где-то там 150-250 тысяч рублей в месяц. Ну, это сильно больше, чем средняя зарплата по России. И многие люди, когда вот узнают эту цифру, они оказываются немножко шокированы, что Милов там зарабатывает гораздо больше, чем среднестатистический россиянин. Я напомню, что медианная зарплата в России, она у нас составляет чуть больше 30 тысяч рублей в месяц. Смотрите, здесь есть несколько «но». Во-первых, я хочу всем дать очень простую рекомендацию. Друзья, я как бы начинал с совсем таких уж бедных-бедных низов в 90-е годы. Я работал на очень небольших должностях, на второстепенных работах получал мало. Я вкладывал очень много сил в повышение своей квалификации, в наработку профессионального опыта, в самообразование. И вот то, что из меня за 30 лет моей карьеры вырос такой востребованный профессионал, который получает такие довольно приличные, заметные деньги. Это получилось не сразу. Это результат тяжелой работы и тяжелого труда и постоянного самообразования, повышения своей квалификации. Я хорошо владею английским, владею международным опытом, литературой и много чем еще. И готов разговаривать профессионально на самые разные сложные темы. Поэтому смотрите, если вы хотите столько получать, то, как говорится, ну не то, что прям совсем все в ваших руках, но очень многое зависит от вашего самообразования, от постоянного повышения квалификации, от самосовершенствования. И в том числе, кстати говоря, друзья мои, учите английский, не устану это повторять. И вот у меня даже на канале есть отдельная лекция для людей, которые пока английским не владеют. Я объясняю, что сделать это очень просто, и вам откроется просто совсем другой мир, в том числе и в профессиональном плане. Но с другой стороны, я хочу сказать, что вообще, вот как это не грустно прозвучит. Я прекрасно отдаю себе отчет в том, что подавляющее большинство жителей нашей страны получают гораздо меньше денег. То есть, ну вот люди, которых зарплата составляет от 100 тысяч рублей в месяц, это там около 10% россиян по данным Росстата, при этом почти две трети получают меньше полтенника, меньше 50 тысяч в месяц. Конечно же, у нас подавляющее большинство людей, у них очень низкие зарплаты. Об этом даже Путин заговорил в последнее время, что, ах ты, боже мой, выяснил после 20 с лишним лет своего правления, что низкие доходы населения, это типа главная угроза для нашей страны. Я с этим согласен. И как раз я в своей деятельности, мы с коллегами, и Алексей Навальный, и вся наша команда, мы очень много делаем для того, чтобы изменить Россию в том направлении, чтобы зарплаты здесь стали выше. Люди начали гораздо больше зарабатывать. Чтобы минимальный размер пресловутой оплаты труда составлял не меньше 25 тысяч рублей, а 100 тысяч стало нормальной общей употребительной зарплатой. Кстати говоря, я хочу сказать, что те, кто думает, что 150-250 тысяч рублей в месяц это какие-то невероятные деньги, нет, это обычная средняя зарплата, например, в развитых странах Европы. И вообще, я хочу вам сказать, что по меркам среднего класса, европейского нормального среднего класса, это не очень большие деньги. Многие в Европе зарабатывают гораздо выше. Плюс еще, скажем, у меня, например, есть много таких расходов, которых нет у вас. Я веду очень серьезную представительскую деятельность, в том числе по всему миру. Мне много приходится финансировать транспортных и прочих представительских расходов. Поэтому, знаете, вот это такая кажущаяся цифра большой зарплаты, которая во многом съедается моей публичной деятельностью. Кстати говоря, я хочу сказать, что я очень активно из своих доходов датирую свою оппозиционную работу, в том числе, например, свой YouTube-канал. Не только вы являетесь его спонсором. Спасибо тем, кто подписался на спонсорство. И обязательно подписывайтесь. Нам очень нужна ваша поддержка, чтобы выпускать все эти видео. Но и я тоже из своих средств этот канал спонсирую. Так что считайте, что это между нами такое совместное предприятие. Поэтому, знаете, вот я не чувствую, что мои доходы это какие-то космические суммы. Да, к сожалению, по российским меркам это многое. Но это говорит только о том, что действительно у нас огромная часть наших граждан находится в очень, так скажем, стесненных условиях. И вот мы видим свою цель как оппозиции в том, чтобы уровень жизни людей кардинально повышать. Чтобы сделать, например, зарплату 100 тысяч рублей в сегодняшних деньгах нормальной. Чтобы она была повсеместной. Чтобы мы жили на таком же уровне, как в Европе. Это возможно. Вот смотрите наше видео. Читайте программу Навального. Подписывайтесь на мой канал. Мы подробно рассказываем в том, что у меня есть специальная программа Why Russia Fails. Почему Россия отстает от нормального мира. Как сделать так, чтобы страна работала, развивалась и в том числе росло благосостояние людей. У оппозиции есть на эту тему много рецептов. Мы очень переживаем за эту ситуацию и хотим, чтобы вы тоже нормально зарабатывали себе на жизнь. Но поверьте, те деньги, о которых я сказал, не то, чтобы их еле хватает, но, например, машины у нас в семье нет. Не могу сказать, что мы там постоянно куда-то путешествуем. Я езжу иногда в командировки только по делам. Когда я был последний раз в отпуске, не помню. Тем более, что из-за ковида это для всех нас стало такой сильно отдаленной перспективой. Поэтому никакого какого-то особого шика такого нет. Ну и в целом, еще раз, мы все считаем, что вот это ненормальная ситуация такого адского расслоения, что у нас большая часть населения получает мизерные зарплаты. Оппозиция для того и работает, чтобы поменять ситуацию в стране и вернуть людям рост благосостояния, чтобы добиться того, чтобы у всех россиян были, наконец, достойные доходы. Ну и последнее, о чем я хотел сказать, это про пресловутые донаты. Очень много вот эти все кремлеботы, они любят эту тему. Вот вы там жируете на донаты. Смотрите, я, во-первых, не имею никакого организационного отношения к фонду борьбы с коррупцией Алексея Навального. Я никогда там не числился в штате, не получал там никакую официальную зарплату. Мне из донатов ничего не перепадает. И все, что вы видите, вы можете почитать, там, например, публичную отчетность ФБК, видно, на что ваши донаты идут. На аренду помещений, на зарплату сотрудникам, на покупку оборудования, на проведение расследований, на всякие важные, полезные вещи. Вот. Я к этому отношения не имею. Я живу исключительно на свои доходы. Единственный случай, когда мы публично собирали деньги на мою банковскую карточку, это была, если вы помните, вот эта история 2019 года, когда после московских протестов нас еще тогда всех поарестовывали, и структуры московской мэрии и Росгвардия, МВД и прочее впаяли нам вот эти многомиллионные иски, которыми хотели нас разорить. Мы их выплатили, и таким образом на некоторое время мы обеспечили себе возможность продолжить работу. Сейчас мы судимся, продолжаем дальше оспаривать эти решения, и все эти миллионы вернем. Как мы говорили вам, потратим их на хорошие, полезные, благотворительные цели. Но огромное спасибо всем, кто тогда помогал нам эти иски выплатить, и вот эти вот собранные средства, они пошли исключительно на вот многомиллионные выплаты по этим искам государственных структур. Мы не брали из этого ни копейки себе. Мой YouTube-канал живет на ваши спонсорские взносы, и я в это не лезу. То есть, вот те, кто подписался спонсировать YouTube-канал Владимир Милов, эти люди оплачивают работу команды нашего канала и производства вот этих видео, которые обходятся в общем недешево. Огромное спасибо всем за поддержку, и я буду очень признателен вам, если вы подпишетесь сейчас на спонсорство, если вы еще этого не делали, потому что для того, чтобы вот доносить до вас качественный контент, нужна серьезная техническая работа. Это стоит денег. Я не получаю из донатов канала ничего. Более того, как я уже говорил, я немножко сам его датирую из своих личных заработков. Ну и вот наши спонсоры, которым мы реально очень благодарны за поддержку, они периодически всякие получают от нас такие прикольные бонусы и фишечки, например, вот красивые открыточки, но мы, во-первых, планируем обновить линейку бонусов для спонсоров, и вы увидите много еще всего прикольного и интересного. Во-вторых, у нас вообще большие планы по развитию канала, мы хотим, чтобы это было чуть меньше просто сидящего и говорящего меня, мы хотим делать документальные фильмы, репортажи, вот мы сейчас находимся в Европе и рассказывать вам о том, как устроена политика, экономика и общественная жизнь в европейских странах, и что из этого нам могло бы пригодиться в построении прекрасной России будущего, то есть планы большие, мы думаем, что наш канал станет гораздо более разнообразным, интересным и динамичным в ближайшее время, так что спасибо вам огромное за поддержку нашего канала, и мы обязательно скоро вас порадуем всякими новыми интересными форматами, новыми историями, чем-то таким, что вы на нашем канале еще не видели. Академия. Академия. Продолжение следует...